Заместитель главного врача по медицинской части Виктория Шматкова, встречая гостей, рассказывает, в больнице есть все необходимые для муниципального уровня подразделения и коллектив, который обеспечивает их работу. Нагрузка не маленькая. Бывают дни, когда учреждение принимает до 70 пациентов. Единовременно находиться в больнице могут 900 пациентов, 615 на круглосуточном лечении, остальные на дневном стационаре. Естественно, возникает вопрос укомплектованности кадрами. Сергей Павлович делится опытом. В нашем муниципалитете таких в крае единицы. Действуют меры социальной поддержки для медиков, которые приезжают в Анапу на работу. Наша задача – квартиры, жилье, материально-техническое обеспечение, чтобы были просторные помещения, чтобы они соответствовали нормам. Ну и еще там вот эти ряды. А внутренние позиции. Сергей Павлович, много нуждающихся врачей у нас в жилье? В жилье. Ну, конечно, мы этим только можем привлечь. Вот мы что делаем сейчас? Мы заключаем трехстороннее соглашение, 9 месяцев, да? Или 10. Он, врач и я. И если врач, который к нам приехал, прошел как бы свое, есть положение, но советом утверждено, прошел все нормы, и он нам подходит, мы ему приобретаем жилье. А на это время, если есть нуждаемость, мы ему платим за съем жилья. Но не все. Не все. Мы где-то 10 тысяч платим, а остальное, ну, хочешь жить в апартаментах. То есть я плачу – это разумный плач. Оснащение хирургического отделения даже не на должном, на высоком уровне. Руководитель подразделения Артем Айропетян подчеркивает – все оборудование имеет практическое применение. Больница располагает возможностью делать срочные операции. Особенно это востребовано для пострадавших в ТТП. Сразу реаниматологи подключают аппаратуру, контроль давления сердечно-сосудистой, дыхательной функции. Они занимаются как бы жизненно важными органами, мы занимаемся диагностикой. Тут работает мультидисциплинарная бригада травматолог-хирург-реаниматолог. Вот, значит, быстренько оцениваем в течение пяти минут состояние, что нам нужно. Если он нетранспортабелен, если у него давление менее 80, если он нестабилен, значит, все делается на месте. Рентген, кузин, все здесь, операция в том числе здесь. Сергей Сергеев озвучивает еще одну важную проблему, на решение которой необходимы значительные средства. Нужна помощь федерации. Речь о старом хирургическом корпусе. Шесть лет стоит, да? Шесть лет. Вот этот открылик и тот... Где-то четыре будет стоить. Ну, я считаю, нерационально, что мы его в таком состоянии. Но ремонт будет миллионов 120. Миллионов 120, да? И тогда мы вообще будем иметь идеальную городскую больницу. Мы будем иметь идеальную больницу, потому что... Надо подумать. Ну, мы вот сейчас выйдем, я покажу. Там рядом еще один... Надо Сергея Павлович там посмотреть, может быть, я вам помогу пософинансировать, а остальное мы подтянем по программе. Это здание опустело в 2008 году, когда было построено новое. Простаивает, и это неправильно. На отремонтированных площадях можно развернуть первичное сосудистое отделение по всем нормам. Тогда больница обретет завершенный вид. Демченко обещает не оставить этот вопрос без внимания. Продолжение следует... Продолжение следует...